Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашей карьеры за тренера Манчестера Юнайтеда. В общем, карьера за Манчестера Юнайтеда. Итак, сегодня у нас три матча. Матч против Базеля. Выездной матч домашний против Челси, которые сейчас идут, кстати, чуть ниже, чем мы. На одну очку мы их опережаем. И матч против Берли. Но я не знаю, где. Но они, скорее всего, ниже Брайтона идут. Поэтому посмотрим. Итак, стартуем мы сегодня с Лиги Европы. Поэтому я, наконец-то, дам сейчас шанс Хендерсону. Он у нас уже на месте. Ну и сейчас некоторых, естественно, игроков тоже буду выпускать. Наверное, все-таки посмотрел бы для того, чтобы освежить в памяти, на какой строчке мы находимся в Лиге Европы. Чтобы тоже понимать, можем ли мы так рисковать. У нас одна ничья и одна победа. Базель, два поражения. Так что, мне кажется, можем. Можем выпустить немножечко ротационный состав. Вот. Мактомина я могу, естественно, оставить без проблем. Вот вместо Лингарда я бы поставил Ван де Бека. Вот. Вот так вот. И даже не знаю, но Бруно Фернандеша выпускать это сразу. Вот 87. Вот так вот все. Чисто из капитанской повязки. Вот. Тогда давайте так и оставим. Ну и в нападении, я даже не знаю, я могу и Лангу попробовать. Почему бы и нет? Вот Решфорду дам отдохнуть. И тогда возьму вместо Фреда Пагбу. Я не замечал такого, что вот прям мы часто меняли центральных защитников, поэтому пусть лучше фланги. Они у нас все-таки бегают. Вот. Вот таким составом мы с вами отыграем. Мог бы, конечно, и Голо выпустить сейчас в старте, но все-таки Грингут. Вот посмотрим, как он отыграет. Он все-таки хорошо сыграл против Дерби Каунти в прошлом матче и даже забил гол. Поэтому у нас выездная игра против Базеля. Вот. И состав вы вроде как увидели, поэтому поехали. Мы в Швейцарии. Стадион Якоб Парк. Не знаю, настоящий. Вроде так я это слышал название. Скорее всего, это настоящее название стадиона Базеля. Поэтому мы сегодня в третьем туре встречаемся против команды, которая не смогла набрать еще ни одного очка после двух туров. У нас четыре очка. Мы на первой строчке. Базель на четвертой. Нам немножко даже повезло с тем, что нам именно Базель достался в соперники на третий-четвертый тур. Два матча подряд. Против них мы будем играть в Еврокубке. Это ничья. С счетом номер 0 мы дарим, можно так сказать, Базелю первые очки. Итак, лучшим игроком признан Линделев. У него оценка 7-0. Байли мы видим 4,5. Также у Диога Далота. Ну и, естественно, Еланга. 5,5 еще и получает. Итак, сейчас у нас матч против Челси. Естественно, мы сейчас будем самым стартовым составом. Выходит у нас Давид Дехейн. Люк Шоу. Справа Ван Бесака, естественно. В нападении. Но я не знаю, давайте Мэдисона. Потому что все-таки 8. Так. А он серьезно? Все это время Бруно Фернандеш был 88. Замечательно. Так. Выпускаем, естественно, Марсиале. Рэшфорда. И надо еще не забыть, естественно, Магуайр. Вместо, естественно, бои, получается. Он провалился именно. Мы это с вами заметили. Вот. Мы будем по вот таким. Таким именно составом сейчас играть. Выпущу давайте вместо Джеймса и Гримуда. Вот у него рейтинг просто повыше. Чисто из-за этого только. И начнем в таком именно составе. Матч против Челси. У них Кабалера на воротах. Чиагу Сильвер с капитанской повязкой. Чилл. Что еще мы здесь можем увидеть? Хабертс, естественно. Ну и Журу в нападении, а не Тиму Вернер. Так что МЮ Челси. Поехали. Итак. Олд Траффорд. МЮ против Челси. Замечательный матч. Давно таких у нас прям не было. Хороших. Да вроде это даже и первый самый. Но мы все равно с радостью встречаем этот матч. Этот поединок. Челси на нейтралитете начинает. Так же, как и мы. Покойно Бруно. Ван Бисака с мячом. Шикарная передача на Гринвуд. Это 1-0. 32-ая минута. Мэйсон Гринвуд забивает за голевой вот Ван Бисаки. Замечательно. И это 2-0. И это 2-0. Так мы сейчас шикарно все это раскатали. 58-ая минута. И Антони Марсиаль еще забивает. Очень хорошо раненец. Действительно доволен. Супер. Шоу. Шоу. Видит, видит Марсиаля. Отлично. Как Марсиаль подкрался. И Марсиаля забивает дубль. Кажется, шикарно сейчас он перебросил. Кабальер. А. 3-0. Дубль сегодня Марсиаля. Шикарный игрок. И все. 3-0. А Гринвуд и дубль Марсиаля. Не получилось заменить Груно Фернандоша, как я и хотел. Итак. Лучшим стал, естественно, Марсиаля. У него 7-5 оценка. Итак. После седьмого тура мы поднялись аж на четвертую строчку. Вообще замечательно. У нас 5 очков до Манчестер-Сити. Ну и вот такая вот у нас ситуация сейчас. А в чемпионате на последней строчке вот Лидс, Останвилла и Весбромич. Итак. Сейчас у нас игра против Бернли. Мы играем на выезде. Последний матч. И я решил и сейчас все-таки дать некоторым парням поиграть. Почему бы и нет. Вместо... Вместо я даже не знаю. Магуайр опять. Хотя давайте я теперь попробую связку. Почему бы и нет. Бои и Магуайр. Почему бы и нет тоже. Выпущу Долота. Выпущу я Уильямса. Вот. В центре. В центре. Я не знаю. Ну Мак Томин я бы все так же попробовал. Почему бы и нет. Пусть тоже отдыхает. Так. Ну Ван де Бек естественно будет играть. Вот такие дела. И вместе с Ван де Беком я бы попробовал. Ну Лингорода. Почему бы и нет. Слева все-таки наконец-то попробую Джеймса. Давно он у нас не играл в сегодняшнем выпуске. Вообще ни разу. И Гало. Ну а Грину да я могу слева. Так. У него 72. А если Джеймс будет слева. У него 75. Поэтому давайте лучше Джеймс поиграет. Вот. И вот таким составом мы выйдем. Надо взять вместо Мэдисона Бруно Фернандеша на всякий случай. Вот. Ну и Дх пусть пока что в чемпионате он будет. Надеюсь у нас все из этого выйдет. Ну что же. Игра Бернли в Манчестер Юнайтед. Боездная наша встреча. Не знаю. Но форму могут сливаться кстати. Поэтому пусть у нас лучше черное будет. Так посимпатичней. Поехали. Итак. Бернли против Манчестер Юнайтеда. Выездная наша игра. Дал сегодня шанс тем кому не давал. Даже в лиге Европы. Но. После такой шикарной победы над Манчестером. Ау. Начался. Извиняюсь. То теперь могу дать. Многим другим поиграть. Почему бы и нет. Тот же Линдард получает снова шанс. И так же решаю сегодня попробовать связку бои. Который провалил игру с Базелем. Как мы увидели с вами по оценкам. В паре с Харри Магуайром. Так. Опасно. И это 1-0. Кто это такой? Вжутов? Или кто? Как Фрисвит вроде, да? Естественно. Кто бы сомневался. Пушечный просто выстрел. И ДХ ведь играют сегодня в воротах у нас. Но сейчас он даже не играл. А просто стоял и смотрел. Так. Бруно. И Марсиаль. Отлично. 1-1. 88-я минута. Забирать. Забираем. Ну естественно он не будет нифига меньше. Забирать. Но Марсиаль просто шикарен. За штрафной. Дальним ударом пробил. Молодчина. Ну и просто запароли. Просто сейчас действительно мы запароли. Хотя Ван де Бек. Он уже в сайтах скорее всего отдавал. Хотя нет. Ну вот. Продолжение атаки. Марсиаль. На Грин вуда отдавал. Снова вынос. Ну и все. Это ничья со счетом 1-1. Побороться в конце немножко нам не получилось. Ну и вот такие вот пока что у нас моменты. 1-1. Вуд естественно игрок матча. Кто бы сомневался. Итак мы после этой ничьей с Бернли опускаемся на шестую строчку. К сожалению. Итак нам приходят сообщения. Переговоры. Это с кого-то нам кого-то нашли. Укрепление слабых мест в нашей команде. Это Джейдана Санчо нашли. Я естественно его добавлю. Потому что почему бы нет. У нас Гринвуд и Джеймс право. Поэтому я бы Санчо подписал бы. Травмируем Макноминой кстати. Игроки в сборную вызваны. Ну а мы переводим дальше. Ну и все друзья. Дальше у нас идет уже матч против Шеффилда. Поэтому на этом мы и закончим. Всем спасибо большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажмите на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Джейдан. До встречи. Друзья всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok